В Карабудахкенском районе вспышка сибирской язвы. На территории, вблизи села Какашура, введен карантин. Ограничительные меры распространяются на 5 километров от эпицентра. Согласно указу Сергея Меликова, карантинный режим будет действовать до 21 апреля. Сотрудниками полиции Новолагского района в ходе обыска дома у одного из местных жителей было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуаны весом 1257 граммов. Со слов доставленного в водель подозреваемого, кулек он обнаружил на окраине села в конце прошлого года и хранил для личных нужд. Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы по содержанию бездомных животных. Установлено, что в октябре 2021 года руководитель подрядной фирмы заключила договор с администрацией Южно-Сухокумска на оказание услуг по отлову и содержанию бродячих собак. В нарушение требуемых условий подозреваемая создала фиктивный акт выполненных работ с сложными сведениями и предоставила их заказчику. Полученные по условиям договора 600 тысяч рублей злоумышленница потратила по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники Дагестанской госавтоинспекции вместе с отрядами юных инспекторов дорожного движения провели акцию «Письмо водителю», в ходе которой младшие школьники написали обращение к водителям. Как уточнили в МВД региона, дети написали письма, в которых просили тех, кто за рулем быть вежливыми и внимательными на дорогах. Данное мероприятие прошло в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пешеход. Большая ответственность». Продолжение следует...